друзья всем привет сегодня полезные советы а главным героем будут вот такие стандартные биты часто бывает такое что при работе обламываются грани убиты можно просто выкинуть но можно сделать полезную штуку из такой бита для этого берем болгарку зажимаем биты в шуруповерт и стачиваем все грани убиты а кончик делаем острым теперь снимаем бит из шуруповерта зажимаем в пассатижи и нагреваем до красна а затем опускаем минеральное масло тем самым закаляя металл получился вот такой бесплатный керн не тупится долгое время угол заточки можно задать любой вообще лучше делать более тупым но я для демонстрации сделал такой острый вообще если желание много увеличить срок службы дешевой бите то можно попробовать сделать процедуру закалки как с керном по ощущениям бита служит чуть дольше стоит оно того или нет это уже решит каждый сам бывает такое что саморез плохо магнитится к бите и постоянно падает а крутить надо в труднодоступном месте одной рукой поможет нам в этом вот такая трубка от которой отрезаем небольшой кусочек обычно я увожу в ящике с инструментами на всякий случай надеваем этот кусочек на биту так чтобы трубка немного выступала избиты теперь утапливаем в трубку шляпку самореза и она там отлично держит кстати многие до сих пор путаются в видах бит и саморезов к ним из-за этого самореза плохо крутится а бита гораздо быстрее стачиваются и так вот два самых популярных вида бит и саморезов к ним которые надо запомнить их легко отличить первый вид биты это так называемые ph привычный нам крестообразный шлиц был изобретен еще в далеких тридцатых годах через несколько лет патент на данное изобретение выкупил предприимчивый генри philips поэтому этот вид биты так и называется philips а сокращенно с английского ph как первые две буквы названия профиль ph выполнен строго под определенным углом 55 градусов и с наклоном боковой поверхности каждой грани самореза под такую биту имеет просто крестообразный вид без дополнительных метод а через 30 лет та же самая компания philips модернизировала это изобретение и миру представили шлиц пози драйв pz его отличительной особенностью является во первых дополнительная грань расположена в четвертях шлица бита получается как бы восьми шлицевая 4 основных грани 4 дополнительных при этом головки саморезов и шурупов получили аналогичные насечки все это позволило еще лучше центровать жало во вторых кромки рабочей поверхности в pz в отличие от паш выполнена параллельно друг другу они под углом на сужение упаж это конусно сделано специально для того чтобы в конце операции закручивания бита выскакивала из головки так называемый эффект самовыталкивания профиль pz выполнен уже под 50 градусов а не 55 как у ph так продолжим с изношенными битами которые мы не выкидываем берем вот такую и отпиливаем от нее головку а на гранях стачиваем две противоположные получается отличный держатель для головок не всегда в наборах у меня такие есть а бывает приходится что-то крутить много трещоткой долгую а шуруповертом гораздо быстрее также ушатанную биту можно слегка заострить сделать из нее что-то похожее на зенковку тоже иногда необходимая штука который может не оказаться под рукой кстати биту можно слегка подправить и она послужит еще немного друзья вот такое надеюсь хоть немного познавательное видео сегодня получилось надеюсь для себя вы нашли что-то полезное и если это так то ставьте лайки и пишите в комментариях как можно еще использовать отслужившие биты подписывайтесь на канал и подписывайтесь на телеграм-канал там тоже много полезного скоро начнется строительство дома и новости можно будет практически в режиме реального времени буду стараться выкладывать полезные наблюдения всем спасибо за просмотр и до новых встреч